Перед вами самый доступный мобильный кондиционер, лето 2004 года, и это шафт Frigo. За 19,5 тысяч рублей вы получаете модель с индексом 7000 BTU, то есть 2 кВт холода в час. Этого достаточно для того, чтобы работать с помещением до 15 квадратов. Или недостаточно? В любом случае, мы это проверим экспериментально, что будет мне даже самому интересно. С вами интернет-магазин Повелитель Воздуха, и поехали! С ним в комплекте идет гофра и оконный переходник. Она нужна для отвода горячего воздуха, а это для того, чтобы заизолировать ваше помещение от улицы. Правда, подходит он лишь к одному типа окон, железнодорожному, то есть когда окно не открывается на распашку, а ходит перпендикулярно полу. Для тех, кто впервые сталкивается с этой техникой, запомните, господа, мобильных кондиционеров без гофры не существует. Они все с ней, она нужна для отвода тепла, и по-другому не бывает. Не верьте рендерам производителей, которые на всех своих фотографиях указывают мобильный кондиционер без нее, который красиво стоит в интерьере, где-нибудь возле дивана, кровати, по центру помещения. Я не говорю о том, что как они его подцепили, питается он святым духом, но гофры нет нигде. Не ведитесь на это, потому что первое, о чем вы должны подумать до покупки, как вы будете ее выводить. Длина гофры составляет полтора метра. Такая длина идет у 95% мобильных кондиционеров, и это, господа, признаются всем немного. Кто-то скажет, так, это без проблем, я наращу. Безусловно, чисто технически вы можете это сделать, но тогда потенциала вентилятора, который находится внутри корпуса, его не хватит, чтобы толкнуть воздух на длину, которая предусмотрена, плюс наращенное какое-то расстояние. Есть у меня один пример. Был у нас сосед по офису, звали его Андрюша. И, соответственно, Андрюша решил систему поиметь и поставил себе мобильный кондиционер в самый дальний угол помещения. И пустил гофру строго вверх, но чтобы воздух все-таки куда-то уходил, он поставил вент каналов. То есть, наверное, метров в 12 их было. Потратил на это деньги, а потом приходит и говорит, да, что-то у меня не охлаждает, все равно не очень. Поэтому, господа, систему поиметь не получится, воздух сам по себе не уйдет, нужна в любом случае какая-то дополнительная тяга. Поэтому, если вы хотите сделать, чтобы было хорошо, просто озаботьтесь тем, чтобы изолировать вне от вашего помещения, и мобильник справится. Два киловатта в час-то он честно свои выдает. Гофра прикрепляется к мобильному кондиционеру при помощи специальной насадки. Что хорошо, она уже предустановлена, потому что, поверьте, бывают ситуации, когда вы просто ее одеть не можете, а здесь все есть. Во-вторых, здесь нет никакой резьбовой системы, вы просто ее устанавливаете, и все, господа, все, готово. В конечном итоге, вам гофру придется куда-то отвезти, в окно, в коридор, в вентиляционную решетку, то есть вариантов много. У нас на эту тему есть отдельное видео, пожалуйста, смотрите. Когда кондиционер работает на холод, то у него будет влага испаряться через гофру, но в некоторых погодных условиях он может заполнять свой дренажный стакан, так его условно назовем. Поэтому, у него есть два отверстия под дренаж, в самом низу и в серединке. В серединке это вот эта вот круглая блямба, открываем ее, берем дренажный сланг, он тоже идет в комплекте, втыкаем и помним о том, что водичка у нас вверх не течет, никакой помпы там нет. Соответственно, просто, что она стекает вниз самотеком, например, в 10-литровое ведро. И все. Не переживайте за то, что где-то что-то кого-то затопит, потому что если этот резервуар будет полон, кондиционер просто уйдет в ошибку и прекратит работу. Управляете им вы либо при помощи пульта, либо непосредственно с самого устройства. Панель огромная, понятная, доступная, вот можно даже в Фаренгейт и градусы переводить и вспомнить школьный курс физики, где какая температура. Может работать он в трех режимах. Это осушение, охлаждение и просто как вентилятор. Если берем последнее, то будет у него работать только один вентилятор, который отвечает за обдув вперед. Если включаем его на охлаждение, либо осушение, подключается компрессор и, соответственно, нужно уже обдувать конденсатор. Скоростей у него две. Есть нижние обороты и верхние. Смотрите, для чего нужны верхние обороты? Если вы понимаете, что мобильный кондиционер в прямом смысле будет прямо и шачить и находится он в очень тяжелых условиях, то есть когда тепла невероятно много. Если же у вас, например, помещение находится в тени, но все равно жарко, вы спокойно включаете его на единичку, то есть на нижние обороты, и этого будет хватать, чтобы он поддерживал, например, плюс 23-24 градуса. Для справки, минимальная температура, которую вы можете на нем задать, это плюс 16. Господа, с точки зрения технологичности высокий показатель. С точки зрения того, чтобы вы там как бы мерзли, это достаточно холодно. Что вы должны понимать, когда вы его включите первый раз, и он будет работать с воздухом, который находится у вас в помещении. Если там, например, плюс 28, плюс 29, ему по первости будет тяжелее, но постепенно он будет эту температуру снижать, 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 и работать ему будет легче и легче и легче. И потом, если на улице плюс 29, плюс 30, оставьте на нем порядка плюс 24-25, потому что не нужно делать дельту, например, в 10 градусов между уличной температурой и внутренней. Ваш организм вам за это спасибо не скажет. Здесь, шум, господа, в кондиционере создают три элемента. Это два вентилятора и компрессор. Соответственно, работу компрессора на фоне работы вентиляторов практически не слышно. Добавляется просто какая-то вибрация, в рамках квартиры вы ее не ощущаете, но если с чем сравнить, то я помню свое детство. Мы жили, условно, в вагончике, и за стенкой у нас был холодильник старый Юрюзань. Так вот, когда у него включался компрессор, вагончик немножечко, так скажем, дрожал. И от мобильного кондиционера, думаю, тоже что-то бы могло, наверное, в тех условиях дрожать, будь он у меня тогда там. Вот. Весь шум создает именно поток воздуха. Фронтальный вентилятор обеспечивает примерно 300 кубов воздуха в час, тыльный немного меньше 400. В совокупе мы имеем 700 кубов, которым нужно найти выход, и они его находят через отверстия. Не самые большие, поэтому, господа, сказать, что он работает тихо, не работает. Я его сейчас, конечно, включу. Вы послушайте, но, честно скажу, через этот микрофон это не даст никакой картины. Говорит, что децибелы там мерить с телефона, не меряют так децибелы с телефона. Блюс, все-таки, есть звук, который низко, есть звук, который высоко. Короче говоря, ночью спать с ним вообще не вариант, то есть, ну, совсем никак. Только разве что с тем исключением, что вы невероятно хотите спать, или при вас можно просто бить посуду, и вы будете чувствовать себя комфортно. Так, я его включаю. Что у нас здесь? Давайте скорость на вторую. И все, вот он работает. Включился компрессор. Появилась вибрация. Здесь, кстати, еще можно управлять жалюзи. Вот здесь вот они фронтальные. И есть еще внутренний уровень, просто сторона воздушного потока. Вот так вот он работает. Сейчас мы его отключим. Отключится компрессор, потом отключится он сам. Тоже что-то услышите. Компрессор ушел. Ушел он сам. Все. То есть, примерно вот такой вот уровень шумовой нагрузки. Поэтому, с точки зрения того, как с ним провести день, абсолютно нормально. А ночью с ним вообще никак. Сейчас проведем эксперимент. У нас помещение 16 квадратов. Температура здесь 23,9. За бортом у нас 25,5. Гофру мы выкинули самым просто непотребным пофигистическим образом. Просто приоткрыли окно. И все. То есть, так, как делает подавляющее большинство. На нем мы выставим, давайте, плюс 16. Включим его на час. Вернемся через час. И сделаем замеры. Так, итак, что у нас? Было у нас 23,9,24. Стало у нас 29. То есть, по факту, за час работы минус 3,1. Это хороший показатель. Это при том, что мы не запаривались за то, как гофру убирать. Безусловно, будь за окном плюс 30, эффект был бы другой. Но я к вопросу о том, что люди некоторые пишут. Мобильный кондиционер не охлаждает. Он охлаждает. Охлаждает суперэффективно. Поэтому дискредитировать это направление техники нельзя ни в коем случае. Они классные. Просто обычный сплит. Внешний блок на улице. Внутренний в помещении. И мы не испытываем шумового дискомфорта. И, по сути, находимся в термосе. Закрыли окна и прочее. Если здесь мы точно так же классно обеспечим отвод горячего воздуха, то мы получим еще более блестящие результаты. Поэтому, господа, до 15 квадратных метров вы можете спокойно покупать себе шафт Фрига на 7000 BTU. 2 кВт в вашем распоряжении. С вами была сеть магазинов Повелитель воздуха. Я с вами прощаюсь. И, господа, до скорых встреч. Пока-пока.